Как никто понять итальянцев, лишившихся дома, могут беженцы из печально знаменитого лагеря джунглей во французском кале. Эти люди сами потеряли все, бежав от войны и нищеты на родине. И число обитателей приюта все растет, их уже по некоторым данным почти 9 тысяч. Чтобы принять душ, мигранты выстраиваются в очереди, стоят в ней по три часа. А в награду получают несколько минут наличную гигиену. То же самое с едой, никуда не деться от насилия. Между группами разных национальностей происходят драки и стычки. Только за этот год в кале погибли уже 11 человек. С гигиеной большие проблемы, особенно в таких условиях. Тут повсюду крысы, ведь остается мусор, отбросы. В такой среде легко распространяются болезни. Кроме того, люди пытаются незаконно попасть в Великобританию. По ночам они выбираются на дорогу. Происходит борьба, насилие. Лагерь они возвращаются уже с ранами и травмами. Большинство жителей джунглей не желают оставаться во Франции. Они с надеждой смотрят на Ла-Манш, который отделяет их от Великобритании. Но власти Соединенного Королевства принимать беженцев не спешат. И настаивают на том, чтобы те обращались за убежищем в той стране, в которую попали. Джунгли есть джунгли. Это не место для людей. Никто не должен жить здесь. Но у меня были проблемы на родине, в Афганистане. Поэтому я не могу вернуться туда. Хотя там и осталась моя семья. Здесь же я один. Я живу в страхе. Боюсь других людей. Полиции. Всех. Например, в Афганистане. В Афганистане. В Афганистане. Продолжение следует...